МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Учёные говорят, мамонтовая фауна. Это время, когда жили только мамонты?" -"Мамонтовая фауна"- это научный термин. И для того, чтобы его понять, нам надо перенестись на десятки тысяч лет назад. В период, который учёные называют верхний плейстоцен. Именно в это время с севернее экватора образовался пояс тундра-степей. Почему тундра? Потому что лето было коротким и прохладным, как сейчас в северной тундре. А почему степей? Потому что деревья в этом поясе практически не росли. Так, редкие кустарники. Температура была где-то в среднем на 7 градусов ниже, чем сейчас. Но для крупных животных это было скорее на пользу. Потому что именно было мало лесов и много открытых мест, где росла высокая трава, злаки. А поскольку снега зимой выпадало мало, то зимой трава стояла над снегом почти всю зиму. Видимо, большую часть зимы, по крайней мере. И они ели эту самую траву. Вот сено, естественное сено, было им доступно почти всю зиму. Поэтому животные вырастали такие громадные. На больших открытых пространствах при обилии корма вырастали и большие животные. Их совокупность называется мегафауна. И, конечно, самым большим из обитателей тундры степи был мамонт. Так что весь комплекс назван в честь него, потому что мамонтовые бивни и кости, самые крупные узнаваемые, чаще всего попадались людям. Иногда находят целые кладбища мамонтов. В то время как рогов ископаемых оленей или шерстистых носорогов палеонтологи находят значительно меньше. По останкам доисторических животных ученые смогли вычислить временные рамки мамонтовой фауны. Она существовала в тундра степях планеты от 70 до 10 тысяч лет тому назад. Многих ее представителей – волков, лис, песцов, северных оленей, овцебыков, верблюдов, зубров, дзеренов, сайгаков, сусликов и сурков – мы с вами хорошо знаем. Они дожили до наших дней. А шерстистые носороги, пещерные медведи или пещерные львы, ну и, конечно, сами мамонты, вымерли. Останки мелких зверьков, тех же грызунов, сохраняются плохо. И такие находки – большая удача для палеонтологов. При этом в таящей мерзлоте находят иногда целые огромные туши мамонтов с шерстью и хорошо сохранившимися внутренними органами. Так что этих животных изучили лучше всего. Когда генетики установили, что геном мамонта на 99% совпадает с геномами современных слонов, то стало окончательно ясно, что и в образе жизни этих хоботных было очень много общего. Они точно так же, как слоны, жили небольшими группами под руководством опытной самки, матриарха. Рожали редко, раз в 5-7 лет, а самцы предпочитали держаться отдельно. Итак, подводим итоги. Фауну тундра степей назвали мамонтовой, потому что мамонт был самым крупным его представителем, наиболее изученным, самым известным и узнаваемым зверем – листоцена. И именно останки мамонтов чаще всего попадаются людям. Почему пещерные люди не боялись пещерных львов и медведей? Давайте сначала определимся с понятием «пещерный». Оно указывает вовсе не на то, что именно в пещерах обитал какой-либо вид вымершего животного, а на то, что там чаще всего находили его останки. Это могло быть и потому, что в пещерах, где практически одинаковая температура круглый год, эти останки лучше всего сохранились, в отличие от тех, что остались на улице. Это же относится и к первобытным людям. Мы называем их пещерными только потому, что в пещерах чаще находим следы их жизнедеятельности. Рисунки на стенах, кострища, орудия. Пещерные люди на самом деле в пещерах не жили, использовали их в основном в качестве таких очень мест, где отправляли различные культы, различные веры. Ну и автоматом вот это слово «пещерные» перешло и на медведей, и на львов. Хотя, в принципе, действительно, наибольшее количество остатков медведей и львов находится в пещерах. Их, как правило, там и раскапывают. Ну, медведи пещерные получили свое название из-за того, что, вероятнее всего, пещерные медведи на зиму просто ложились в спячку, в зимнюю спячку в пещерах. А львы, возможно, использовали частично эти пещеры для выведения потомства. А так, в основном, это, так сказать, я бы сказал, такое эпизодическое использование вот этих вот пещер и ниш в различных этими животными. Так что, в принципе, не такие уж они были и сильные пещеры. Что касается древних людей, они, наверное, довольно часто становились добычей своих пещерных соседей-хищников. Но случалось, конечно, и наоборот. Ведь под конец мамонтового периода человек уже умел делать прекрасные кремниевые оружия и вовсю пользовался огнем и посудой. А почему древняя тундра-степь не зарастала лесами? Тундра-степь, ее еще называют мамонтовая степь, во время последнего ледникового периода простиралась по всему полярному и субполярному поясу и охватывала территории Северной Америки и Евразии. А поскольку климат на планете был иным, то тундра-степи лежали даже там, где сегодня пролегает северная граница субтропиков. От Испании, Китая вверх до Северного Ледовитого океана. Во времена мамонтов растительность была очень странная. И она сильно отличалась от современной. Дело в том, что тогда был в разгаре ледниковый период, и Северная Атлантика, судя по всему, была подо льдом. А оттуда сейчас к нам в основном-то и идут облака с дождем. А их тогда было очень мало. И она испарила мало воды, соответственно, приходило мало облаков, выпадало мало дождя, а зимой мало снега. Поэтому лесов было мало. Преобладала растительность, похожая на современную степь. Немножко на современную тумбу. Во-первых, большие деревья не могли вырастать из-за того, что корни упирались в вечную мерзлоту. Ну и, конечно, большую роль в формировании ландшафта играли животные. Огромные стада копытных, шерстистые носороги и мамонты. Они поедали и вытаптывали всякую порсель. Поэтому в тундра степи преобладали быстро растущие травянистые растения. Колыбелью мамонтов было царство трав. И в тундра степи травы с лихвой хватало на всех травоядных. Это не какой-то исключительно единственный феномен в истории планеты, а что он многоразово повторялся. И даже в Палеозое еще приблизительно 300-400 миллионов лет назад были оледения. То есть это нечто не из ряда вон, но для палеостоцина очень характерное. И для человека они безразличны, потому что именно формирование мамонтовой фауны, вот это похолодание климата стимулировало и способствовало становлению современного хомо сапиенс, то есть нас с вами. Наш рассказ мы относим к последнему ледниковому периоду, в котором жили первобытные предки современного человека, и который завершился где-то 15 тысяч лет тому назад, когда климат потеплел окончательно и изменилась влажность. К этому времени мамонтов стало значительно меньше, и тундра степи стали постепенно зарастать. Сперва лиственными лесами, а потом хвойными. Десять тысяч лет тому назад на месте тундра степей уже образовался бескрайний таежный пояс лесов. Вот если полетить из Москвы во Владивосток, то зеленое море тайги под крылом самолета будете наблюдать часов 5-6 к ряду. Говорят, что на территории России жили слоны, львы, мамонты, но это же африканские животные. Как они могли жить на севере среди льдов, снегов? Конечно, если перенести из Африки, ну, куда-нибудь в Забайкальскую степь современных носорогов или львов, то они там очень быстро погибнут. Но, как мы уже знаем, в мамонтовый период жили совершенно другие виды этих животных. Носороги и мамонты были покрыты густой шерстью. Жир и шерсть надежно защищали от морозов и пронзительных ветров всех зверей ледникового периода. Как выяснилось, даже пещерных львов вслед за носорогами и мамонтами можно смело назвать шерстистыми. Самое интересное, что вот пару лет назад в Сибири были найдены в вечном золоте два котенка пещерного льва. И это была сенсация, потому что оказалось, что они покрыты длинной густой шерстью. То есть, значит, волосатый был не только носорог в этой тундры степи мамонта и фауна, не только сам мамонт, но и львы тоже были покрыты густой шерстью. Это вот некая абсолютная новость. Слоны и бегемоты у нас тоже водились, но они жили на территории России в несколько иное время. А в Плейстоцене их ареалы располагались значительно южнее. Кто из современников мамонтов вымер и почему? Не дожили до наших дней многие животные тундры степи. А некоторые просто изменились, образовали другие виды. Ну вот, скажем, те же пещерные медведи. Современный бурый медведь – это же измельчавшая и чуть-чуть изменившаяся копия пещерного. Ну, не такой крутой лоб, чуть повыше задние ноги. Не стало знаменитых саблезубых кошек. Их, скорее всего, погубили собственные клыки, непомерно длинные, как сабли. Гораздо длиннее, чем нужно, чтобы пробить шкуру любого носорога. Появились они, скорее всего, отчасти в процессе полового отбора. Древним тигрицам нравились самцы с длинными клыками. Но попробуйте практически догнать и загрызть, например, оленя, когда у вас из верхней челюсти торчат почти что слоновые бивни. В палеонтологической летописи земли постоянно появлялись различные саблезубые формы у хищников, специализировавшихся на крупных жертвах. Но непрактичные огромные клыки не закрепились у современных видов. В каждом случае надо отдельно разбираться по поводу каждого исчезнувшего древнего вида. Но есть и общие причины их вымирания. Когда климат стал более теплым и влажным, стало выпадать намного больше снега. Травоядным стало очень трудно выкапывать из сугробов пищу. Кроме того, высокий покров снега затруднял передвижение даже крупных животных. Когда кончился ледниковый период, стало выпадать много дождя, много снега, ледники стали таять, изменился климат. И вместо тундры степи выросла тайга. А на севере стала образовываться тундра. А тундра – это в основном маховой покров. И там есть лишайники, которые с удовольствием едят северные олени. Но там очень мало травы. И огромному животному, которое питалось травой, вроде мамонта или шорстистого носорога, там просто не прокормиться. Какие звери пережили мамонтов? И как им это удалось? Среди современников мамонта множество хорошо нам известных животных, которые неплохо себя чувствуют и сегодня. Лисы и песцы ничуть не изменились за последние десятки тысяч лет. Точно так же, как заяц-беляк, степной хорь, лемминг, сурок, сусли, красомаха, кабарга, косуля, кабан, северные благородные олени или сайгак. К тому же, совсем недавно, всего лишь несколько сотен лет тому назад, еще жили дикие предки домашних коров и лошадей, тур и терпаны, которых полностью истребили люди. И не только они. Ну, во-первых, овцы-быки. К сожалению, они на нашей территории были истреблены в Евразии, но сейчас их успешно расселяют на территории Российской Федерации, в Верхояне, в общем, в заповедниках. И это, безусловно, успех наших природоохранителей, вот этих живых, почти ископаемых, из Гренландии их привезли и акклиматизировали. Из других представителей полорогих копытных стоит помянуть ископаемого бизона. Ну, конечно, сегодня на Земле не осталось из тех величественных гигантов, что мирно паслись рядом с мамонтами и шерстистым носорогом. Но и современный американский бизон и наш европейский зубер – это его прямые потомки. Можно сказать, что тот прабизон не вымер, а образовал несколько современных видов. Верчайший представитель, конечно, северный олень, он и теперь жив. Я напомню, что в эпохи холодной, в эпохе мамонтовой фауны, он доходил до Крыма и там до Балкан в своих миграциях. Конечно, лемминги, то есть все представители тундровой фауны в составе этой тундростепи, они, слава богу, все эти мелкие формы грызунов живы, только отступили вместе с мамонтами, представители мамонтовой фауны отступили на север, высокие широты. В биологии есть такое понятие, как пластичный вид. Так называют тех животных, которые могут легко приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам и менять кормовую базу, не привязываясь к одному и тому же корму. Именно такие пластичные виды и выжили в первую очередь. Каким во времена мамонтов был человек и чем он вообще занимался? Ну, для начала стоит уточнить, кого мы называем человеком. Если современный биологический вид, к которому мы с вами относимся, Homo sapiens, человек разумный, то это одна история. И совсем другая, если под древними людьми мы будем подразумевать остальных известных науке представителей рода Homo, наших далеких родственников, которые когда-то жили на планете. Во времена мамонтовой фауны на территории Евразии жило как минимум 3, а даже скорее 4 вида людей. Самое начало мамонтовой фауны застали еще последние Homo gilderbergensis. Люди гидельбергские – это предки неандертальцев. Ну, это было порядка 150, больше тысяч лет назад. Потом из этих Homo gilderbergensis в Европе и западной части Азии появились неандертальцы. А восточную часть Евразии занимали некоторые денисовцы в то же самое время. То есть, ну, это где-то 100-40 тысяч лет назад, про которых мы мало чего знаем. Находка денисовского человека стала громкой сенсацией в ученом мире. Оказалось, что где-то 40 тысяч лет тому назад в одно время с неандертальцами и нашими прямыми предками-экроманьонцами жил еще один вид людей. Пока наука располагает всего лишь несколькими костными останками, найденными в одной единственной пещере на Алтае. Однако это говорит о том, что вполне возможно мы обнаружим и другие виды первобытных людей, жившие во времена мамонтов и шерстистых носорогов. Но, безусловно, из известных науке наших родственников первыми в тундра степи оказались неандертальцы. А чуть попозже, со временем порядка 45 тысяч лет назад, опять же, там плюс-минус, из Африки потянулись наши прямые уже предки-кроманьонцы, которые возникли в Африке в предыдущее время, а потом через Ближний Восток заселялись на север. И, допустим, для Таймыра есть датировка 45 тысяч лет назад. К сожалению, пока мы очень мало знаем о том, как складывались взаимоотношения у разных ветвей человеческого рода, бесспорно одно, что мирными и безоблачными их назвать нельзя. То есть это были, да, какие-то внутренние разбойки у них между собой. И поэтому, когда кроманьонцы, ну, какая-то конкретная там группа, да, встречала неандертальцев или других кроманьонцев, с точки зрения, может быть, это было примерно одно и то же. То есть эти мохнатые с копьями в руках, эти мохнатые с копьями в руках, ну, этих там волос посветлее, этих потемнее, ну, и что, как бы, да. То есть это, может быть, не было определяющим параметром, как вот мы сейчас там обращаем внимание на цвет кожи. Почему же древние люди мигрировали с юга на север, где был более холодный климат и, казалось бы, более тяжелые условия для жизни? Что их гнало с теплого юга? Ну, остается только предполагать. Они же ведь уже умели поддерживать, а может быть, и добывать огонь, готовить на нем пищу, греться и сушиться в холодной ненастье, наловчились производить каменное оружие и орудия труда, что позволяло им не только эффективно охотиться, но и выделывать скребками шкуры, а значит, защищаться от морозов. Возможно, в южных регионах стало меньше добычи, а здесь в тундра степи бродило намного больше дичи и добывать ее было значительно проще, чем в лесу. Вдобавок ко всему, сама природа создавала людям естественные холодильники. Туша убитого мамонта при минусовой температуре могла храниться в яме неделями, пока ее не спеша доедала все племя. Правда ли, что человек истребил мамонтов? Так действительно считают некоторые ученые. И не только мамонтов, но и других крупных животных, того же шерстистого носорога. Но не надо думать, что древняя охота была очень простым делом. Даже зная убойные места, так охотники называют наиболее уязвимые точки, умертвить огромного зверя примитивными копьями и камнями было не так-то и просто. Наверняка многие охотники получали серьезные, даже смертельные раны от столь опасных облав. Часть ученых очень скептически относится к теории, что доисторические люди с их примитивным оружием могли полностью истребить таких крупных зверей, как мамонты. Нет, я ее как раз поддерживаю более чем. Потому что, с одной стороны, неандертальцы 100 тысяч лет как бы их еле-еле, этих мамонтов так не могли съесть, но кроманьонцы плодились быстрее, скорее всего. И чисто из него больше, но просто у нас стоянок банально больше. И большой пресс такого хищника суперактивного на фауну в течение 40 тысяч лет, ну или хотя бы даже 30 тысяч лет, это вполне достаточная причина. Вместе с изменениями климата, которые в конце ледникового периода наступили очевидным образом, это достаточная причина, чтобы мегафауна исчезла. Еще один аргумент в пользу такой теории это низкая плодовитость ледниковой мегафауны. Как и их ближайшие родственники слоны, мамонты оставляли очень немногочисленное потомство. Самка достигала половой зрелости только к 15-17 годам. Беременность длилась почти два года, а на свет появлялся чаще всего один единственный мамонтенок. И вопреки известному мультфильму, если с мамой этого мамонтенка что-нибудь случалось, шансы найти замену были практически нулевыми. Получается, что даже если мы там раз в пять лет будем убивать по мамонту, за пять тысяч лет мамонтов не останется. Мы их просто всех вынесем. Что, собственно, и произошло. Кроме того, важно же не только, что их убивают, а, допустим, то, что их пугают. То есть если появляется какая-то орда вот этих диких товарищей, которые, может быть, охотятся вообще там на лошадей и бизонов со своими делами, но мамонтам уже как-то неуютно здесь. Тут шумят какие-то, бегают, костры жгут, воняют, а иногда еще и детеныша убивают. Мамонты снимаются, они шибко умные зверюшки и уходят там на сто километров, а там другая толпа народу. Надо еще иметь в виду, что все эти животные, они же существовали большими стадами. Именно потому, что был открытый ландшафт и было много травы. А в таких ландшафтах животные совершают качевки и так далее. А тут вдруг выросли леса. Понятно, что им пришлось менять образ жизни радикально. Есть такие исследования по бизонам. Вот что бизоны ледникового периода, когда ледниковый период кончился, бизоны оказались сосредоточены, предки зубров, оказались сосредоточены вдоль рек. Что вполне понятно, там оставались участки, где было много травы. Видимо, так же и мамонты. Видимо, постигла та же судьба. Конечно, оказавшись в таких условиях, поредевшие популяции мамонтов становились легкой добычей для первобытных охотников. За ними же не надо было бегать по всей тундры степи. Уцелевшие животные сжались к оставшимся пастбищам по берегам рек. Поэтому логично предположить, что и мамонты, и другие крупные животные ледникового периода вымерли по целому ряду причин, среди которых имел место и антропогенный фактор, то есть влияние человека. Вероятно, наши предки действительно ускорили этот процесс. Хотя и нельзя взваливать всю вину только на их плечи. Когда умер последний мамонт. Сведения о том, что не все мамонты погибли и где-то они якобы еще сохранились, будоражат человечество очень давно. Еще казаки Ермака, покорявшие Сибирь в 17 веке, рассказывали о том, что встречали огромных лохматых зверей. Однако, скорее всего, поводом для удивительных рассказов послужили оттаившие находки в зоне вечной мерзлоты. Обнаружив тушу очередного шерстистого мамонта, под мытом речкой берегу, местные жители просто считали, будто это недавно кем-то убитый огромный зверь. Но не могли же они предположить, что он пролежал в вечной мерзлоте несколько тысячелетий. Причины вымирания мамонтов указываются достаточно много, начиная от изменения климата, заканчивая падением кометы на поверхность Земли. В общем, спекуляции по этому поводу существует достаточно много. Однако, не так давно появились сообщения о том, что на Новосибирских островах найдены останки мамонтов с достировками от 7 до 3,5 тысяч лет назад. Это очень показательно, потому что уже в шуме, как я говорю, писали доносы и кляузы на глиняных табличках. Уже архитекторы планировали постройку египетских пирамид, а там еще бродили последние мамонты. И это для специалистов аргумент в пользу того, что не без помощи человека, по-видимому, мамонт был остеблен, потому что он был на континенте вытеснен, а там, где человека не было, еще 3-4 тысячи лет, они продолжали существовать. Выходит, что академик Обручев, написавший роман «Земля Санникова» про затерянный мир мамонтовой фауны, вовсе не фантазировал, а опирался на научные гипотезы и теории. Таким образом, шанс на то, что где-то чудом уцелело еще какая-то популяция мамонтов, теоретически есть. Но он слишком ничтожен для того, чтобы относиться к нему с оптимистическим энтузиазмом. До встречи на живой планете, друзья! А если у вас появились новые вопросы о природе, присылайте их на этот адрес. Обязательно ответим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...